Дарма Маргет Вадиму Вязьмину посчастливилось заниматься самбо у патриарха советской борьбы Анатолия Харландиева. Наставник не уставал повторять. У всех боевых искусств общие корни, надо их только найти. И Вязьмин начал поиск. Найти удалось в самом неожиданном месте. В Ленинской библиотеке, среди древних текстов на санскрите и других восточных языках. Но вот что примечательно. На этих книгах стояли печати библиотек Третьего Рейха. В этих манускриптах нацисты искали способы создания чудо-оружия, но так и не раскрыли секреты древних рукописей. То, до чего не смогли добраться ученые фашистской Германии, открыл Вадим Вязьмин. Прочтя и разобрав больше сотни санскритских текстов, он сумел раскрыть тайны древней боевой йоги и восстановить ее в своей школе. Действительно, санскритские первоисточники оказались несравненно точнее. Сам стиль санскритской логики, санскрита оказался интереснее и точнее, чем то, что я читал на европейских языках. Когда мы стали применять эти методы, понимаете, просто начали разносить всех в дребезги. С первых же тренировок ученики школы Вязьмина учатся наносить и отражать удары в самых немыслимых позициях. Так прорабатываются все группы мышц, а тело привыкает чувствовать себя уверенно в любых условиях. Мы, когда нас бросают, оказываемся в какой-то момент в перевернутой позиции. Если мы ей владеем, если мы можем обычную позицию к ней перейти, то, значит, мы можем вывернуться из броска. Ну, так же и чувствовать себя, свое тело, в воздухе. В Дарвамарге нет никаких чакр, ауры, энергий и прочей мистической шелухи, в которой засорены многочисленные работы нынешних всех дознатоков Индии. Здесь, как и в любом настоящем боевом искусстве, все предельно четко и функционально. Это действительно искусство, но искусство, где все проверено на практике и разложено попозже. Не заучиваются приемы, изучаются принципы, а приемы возникают по ходу дела. Ну, невозможно десятки тысяч приемов и изучить, и затвердить. А как разница, я бы сказал, как разница между органом и магнитофоном? Магнитофон играет то, что в него заложили вот эти вот готовые приемы, вот затверженные. Играет всегда одинаково. На органе нужно искусство, чтобы играть. То, что вы сейчас видите, может показаться отработанным приемом. Однако это не так. Действие родилось только что, и, возможно, больше никогда не повторится. Оно возникло из знания о так называемых точках контроля. Точнее сказать, из ощущения этих самых точек контроля. Ведь во время схватки боец не размышляет, а применяет навыки, наработанные на уровне подсознания. Мы мыслим не приемами, а мы мыслим, как вы видите, точками контроля. Вот, значит, точки контроля, видите, вот не просто я его прихватил, а я прихватил определенные точки. Вот можешь сейчас двинуть головой? Нет? И говорить не надо. Говорить трудно, да. Не просто, понимаете, захват. Ну, вот посмотрите, я его на один сантиметр смещу. Все уже, рот свободен. А вот, да, вот и теперь нет. А вот еще один секрет боевой йоги. Работа по точкам разрушения. Даже легким ударом в такую точку можно тяжело травмировать противника. Но самое удивительное в технике этой школы, что чем больше боец отказывается от желания нанести сильный удар, тем сокрушительнее удар становится. Мы учим прежде всего попадать. И обучение это ведется с дозированным контактом. Вот что такое дозированный контакт? Это не есть слабость удара. Это есть именно дозировка вашей мощи. Вы должны все время быть в состоянии нанести удар в полную силу. Самое грозное, на наш взгляд, оружие боевой йоги – это удары по точкам отсроченной смерти. После даже не очень сильного удара мастера по этой точке, противник может умереть через неделю, месяц и даже год. По понятным причинам, Вадим Вязьмин не стал показывать удары по смертельным точкам перед камерой. При всей колоссальной мощи боевой йоги, главные цели здесь – это, как ни парадоксально, любовь, взаимная поддержка и здоровье. Цель боевых искусств – повязь не подготовить супербойца, который всегда готов драться, а сделать так, чтобы человек решал свои проблемы мирно, без конфликтов. И все же далеко не всех учеников в этой школе нам разрешили снять. Некоторые, забыв о занятиях, резко отворачивались от камеры. Только позже мы поняли, почему. Многие из них – сотрудники силовых структур. Именно здесь и сегодня они получают опыт, который, возможно, завтра спасет им жизнь при выполнении боевой операции. Субтитры создавал DimaTorzok